Музыка Начну я как всегда с нанесения тональной основы от Inglot Буду носить ее вот такими спонжами, потому что эту основу мне нравится наносить именно этими спонжиками Музыка 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 Ну вот, тональная основа почти закончила, и спонжики удобны тем, что уголками можно проникать на всякие труднодоступные места. Хорошо нужно растушевать границу, немного растянуть на шею. Дальше я перейду к консилеру, как всегда это у меня консилер от Catrice. Нанесу этот консилер при глаза. В общем-то, как всегда. У меня такая красивая прическа с резинкой. Не нашла вообще дома ни одной заколочки. Ну и буду вот такая красивая. И закрепляю пудрой. Я купила себе вот такую дурацкую кисть. UVS написано. Она, в общем-то, хорошая, но у нее шатается ручка. то есть выпадает. То есть она была такая с самого начала. Ну, в принципе, чего еще ждать от кисти за 500 рублей. Я беру пудру Catrice Compact Skin Finish и наношу ее вот таким вот образом. Пудру я всегда наношу вот такими вот движениями. Потому что если тянуть, то тональная основа сползает вместе с пудрой. Ну, в общем, так не делают. Если есть что-нибудь лишнее, то уже потом можно все смахнуть. Так, моя прическа стала еще красивее. И у меня почему-то камера не записала момент о том, где я наношу румяна и бронзер. И только что я рассказала о том, что бронзер или сухой корректор темный – это как бы имитация теней. То есть он корректирует овал лица или, допустим, делает скулу более выразительной. Или, если, к примеру, у вас большой лоб, вы можете сделать его меньше с помощью этой штучки. В общем, бронзер наносится под скулу во впадинку. Румяна наносится на скулу, на самую высокую точку. И я бы хотела, чтобы люди не путали эти понятия. Дальше я займусь бровями. Сначала их немножечко причешу и очищу от тонального крема. После чего я обычно заполняю брови черным цветом или темно-серым. Всегда тенями, потому что карандаша мне не нравится это делать. Они прилипают к ворсинкам, мне рисовать особо нечего. Я просто заполняю промежутки и делаю форму. Голосы у меня темные, глаза у меня черные. Это я могу себе позволить. Темные брови и темные оттенки для заполнения бровей. Потом я фиксирую брови гелью Artvisage. У нас готовы брови и лицо. Теперь можно начинать рисовать стрелки. У меня, конечно, очень интересный способ рисования стрелок. Я, в общем, купила вот такую подводку от Essence. У меня не было возможности попробовать тестер, но я подумала, подводка есть, подводка, чего. Но у нее ужасная кисточка. Это такой спонжик. Он очень толстый. То есть невозможно рисовать тонкий уголок. И была у меня когда-то давно такая дешевая подводка от Ellyn. Но у нее шикарная кисточка. Она очень-очень тоненькая. Как я люблю. Но сама подводка плохая, мне над нее печет в головах. Что я делаю? Я беру содержимое этой подводки, аношу на кисть и вот так рисую. Конечно, это можно почитать с вращением, но каждый делает так, как ему нравится. Так, чтобы не отнимать ваше время, я, наверное, сейчас то же самое нарисую на втором глазу. А потом вернуть к вам. Ну вот. Набросок такой стрелок готов. Набросок, потому что сейчас мы будем накладывать тени и, возможно, стрелки немного запыляться. Придется повторять их еще раз. Но на голое веко удобнее наносить подводку, потому что, если вы что-нибудь сделаете не так, ее будет проще стереть, чем стирать потом все тени и заново все красить. Наношу белый цвет под бровь и растушевываю его вниз. И наношу белый цвет в уголок и аккуратненько на век. Я не хочу делать прямо сильно белый цвет, я просто немножечко хочу высветлить вверх. Кстати, это были белые тени из моей палетки Inglot, я собирала ее сама. Даже не могу назвать оттенки. Ну, в общем-то, они здесь все матовые, не считая вот этого зеленого. Этот зеленый с какими-то такими блестками, не знаю, наверное, не очень-то видно. Ну, в общем, вот. Сейчас я возьму мою кисть 217 от MAC, если я имею в виду, вот она. И буду наносить фиолетовый оттенок на неподвижное веко. И вот такими движениями я просто от внешнего уголка тяну к внутреннему. Вот, я просто кладу кисть под косточку и тяну. Теперь я наберу немного белого цвета из этой же палетки, этой же кистью. На самом деле, не вижу ничего страшного в том, что она испачкана тенями, потому что можно сделать вот так вот два раза, и она будет чистая. Дуть на кисти тоже нехорошо. И я немного добавляю белого и смешиваю его с фиолетовым. Дальше я возьму кистью. Это кисть от малоизвестной фирмы Malvo. Кисти замечательные. Ничего у меня ни разу нигде не вылезло. Стоила эта кисть просто копейки. Я даже не знаю, может быть, меньше 100 рублей, мне кажется, это стоит. Называется она C-C, C-Brush. Не знаю, что имеется в виду, но она такая вот пушистенькая кисточка. Я наношу ей белый цвет по внутренним уголам глаза на нижние века. Вообще людям с широко посаженными глазами я бы не советовала наносить белый цвет сюда, потому что, как известно, это еще больше расширит глаза. У меня посадка глаз обычная, поэтому я могу себе это позволить. Дальше я беру вот такую вот кисть и наношу этот же фиолетовый цвет на нижние века вниз. Дальше я возьму замечательную кисть от этой же фирмы Malvo. Она называется контурная кисть. Она просто такой, как бочонок. И растушую ей фиолетовый цвет. Ура! Теперь я буду наносить белый карандаш на водную линию и слезную линию. Итак, наношу белый каял на слезную линию. Вот у меня каял от Catrice, он долго не держится, но выглядит вроде бы ничего. И дальше займемся ресницами. У меня ресницы прямые и длинные, как у лошади. Ладно. Закручиваю ресницы в нескольких местах, чтобы изгиб был более естественный. Это Hypnose Star от Lancome. Она у меня была в коробочке Glambox за сентябрь. И наношу тушь. Если честно, я не очень понимаю, что значит наносить тушь в два слоя, потому что... Я даже не буду сейчас показывать, не хочу портить лицо. Но вот она нанесена в один слой. Мне нравятся мои ресницы. Если я наношу в два слоя, у меня получается получи лапки. Я вообще не понимаю тех людей, которые наносят тушь в два слоя. Скорее всего, у меня такие ресницы специальные. И наношу на нижние. Следующим шагом будет нанесение помады. Для обычного дневного выхода я использую вот такую вот помаду от MAC. Называется она Plizme. Номер... Номер не скажу, он стерся. Но вот это абсолютно матовая помада. Матовая не в том смысле, что у нее нет блесток, а в том смысле, что она не отражает свет. Потому что очень часто девушки на YouTube говорят, что помада матовая. Но они имеют в виду просто обычную сатиновую помаду глянцевую. Просто без блестка. Без блесток. Вот эта помада матовая полностью. Сейчас вы это увидите. Матовая помада на губах. Для вечернего образа я бы нанесла красную помаду. Возьму обычную кисть художественную. Для меня вот для нанесения помады самая удобная просто плоская синтетическая кисть. И начну с уголков. Это красная помада тоже от неизвестной фирмы Malvo. Просто обычная помада в недорогой покупке. Просто обычная помада в недорогой покупке. Поставить просто точечку. Эта блеск Кревлон очень-очень-очень глянцевая. Буквально посредине. Чуть-чуть. Вот такой макияж у нас получился. Я надеюсь все в фокусе. Всем спасибо за просмотр и всем пока.